Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Христос воскрес. Номер 178. События дня. Эпиграфом взят. Исайя 1.16. Удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Это за 7 июня 2016 года. Пишет мне Миша Шкаликов. Миша, ну, видимо, ребенок какой-то Миша. Кто старше, пишет Михаил. Но, однако, вот так. Слово Шкалик, это означает малая мера спирта. Одна двухсотая часть ведра. На ведро 10, около 11 литров. Фамилия какая, все как-то сразу настораживает. Или придумал он. Игнатий, здравствуйте. Спасибо вам за ваши лекции. Вы спасает таких, как я. Оступился, вел образ жизни, который не угоден Творцу. Все с маленькой буквы. Думал, вы поможете. Потом увидел ролик, где парень просит вас помочь ему. А вы ему сказали, что только от него зависит его путь. Но я сказал... Почему? Это Иоанн Златоуз говорит. Ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь. Насильно Бог никого не тащит. Я ей сказал. Я открываю тебе путь. Все. Ты у меня просил пшеницу. Я дал тебе. А ты ее перевел на что? На шкалик. Причем тут я. И дальше он пишет. Сразу кидает один, два, три. Только пик, 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 пикает. А я не знаю кто. Каждый раз должен отрываться. Приеду. Шкаликов приедет. Я отвечаю. Что значит приеду? Вам разве давали разрешение приехать? Без разрешения категорически запрещается приезжать. Это четко и ясно прописано у нас в каждом документе. Это я давал маршрутку всем, чтобы ознакомились, как годится, не годится для них. Желают. На случай где-то могли бы связаться с нами. И далее. Ну, то, что писал, я пропускаю тут между нами. Он одно и то же пишет. Там тысячу ошибок. Прочитаем снова на объявление. Краткая маршрутка тем, кому разрешено приехать на крещение. 10 июля 2016 года. Воскресенье. В поселке Потеряев. Камаматского района Алтайского края. В озере с полным троекратным погружением. Повторяю. Кому разрешено? То есть, кто подробно ответил честно, без лукавства на все вопросы. Мы же с вами даже разговоры не вели о крещении вашем. И о разрешении вы не просили. До данного момента вам не разрешено. А значит, категорически запрещено приезжать без официального личного для вас разрешения. Он отвечает. Миша Шкаликов. Вы скинули ссылку, простите, если не так понял. Подумал, вот он свет. Был наркоманом, пил и развращивал. Исправился вроде как. Год не пускает это в свою жизнь. Верю в Бога. И стараюсь жить, как заповедовал. Заповедовал, видно, Иисус. Пустил бороду. Никакой там бороды нет. Живу так, как вы советует людям. Или я не прав, или вы фильтруете сообщения, кому отправляете. Вы меня сейчас сильно ударили. Я аж поверил, что достоин общаться с вами. Более не раньте так своими сообщениями тех, кто к вам стремится. Сколько сразу на меня навешал. И ранит, и прилепился. Дал знать, что существует такое место. Где живут по-другому. Но ему это не надо знать. Зачем ты дал мне знать это-то? У нас была одна женщина. Хорошая, в общине. И вдруг не стала ходить. Не стала ходить, нет ее. Ну, давай спрашивать, где она. Нашли. Оля. Репина. А в чем дело? Ну, я вот хожу у вас тут. А у меня сын, там, видимо, за убийство отсидел. Вернулся. Дома там. Кошмар. Я прихожу и побуду, как в раю здесь. И как из рая в ад. Домой. Это у меня так сердце болит. Так переживаю. Это каждый раз вот сходит она к нам на богослужение. А потом верется. Крещение приняла. Все. Приятная женщина. Претензий вообще никаких нет. Ну, вот. Не вытерпела это. А вот. Я как схожу в московской патриархии. Так я как будто дома побывала. Из ада в ад. Такая же суетня. Такая. У меня переживаний нет. Лучше я туда буду ходить. Никогда бы не подумал, что можно сказать. Значит, она заранее знает, что там ад. Ад. И она туда идет, чтобы перепад температур с домашней обстановкой не разнился сильно. Чтобы ее это не жгло. Потом вернулась, побыла маленькая. И опять, видно, переживать начала. И брала книги, покупала. Ему в тюрьму там, в лагерь куда относила. Привозила. Ну, хорошая женщина. Так ушла совсем потом. Почему? Потому что переживания очень большие. Из рая да в ад. Из холода в жару. А так уж я знаю. Замерзла да и замерзла. Так. Понимал, что недостоин. Вы же кинули приглашение. Вы говорили, что в тюрьме. Вы помогали трудным. Я обращался к вам. Вы не ответили. Ну, ясно дело, что не ответил. А кому отвечать? Я думал, что недостоин. Значит, покинул соцсети. Изменил жизнь. Не в надежде, что вы примете. Зашел спустя месяцы. И от вас ссылка на крещение. Подумал, что от вас и был теперь рад. А теперь я раздавлен. Знаете, я его раздавил. Сообщил, что такие люди есть. Похоронил родных. Перенес не одну операцию. А вы так. А вы так. Ну, наверное, я того и достоин. На вас не злюсь. Но руки опускаются. И дальше опять же Миша Шкаликов. Игнатий, простите меня, Христа ради. Не так понял. Подписал на вас. Подумал, что вы мне написали, как Ниша писал. Я отвечаю за то, что сказал, а не за то, что как вы поняли. Запомните эту фразу. Я отвечаю за то, что я сказал. А не за то, как вы поняли. Вот люди, когда спорят, я не спорю. Вот нападают под нашими роликами. Почему вы не отвечаете? Я в ролике все сказал. Я уже ответил. Показываю, где наш сайт. 4124 вопроса. Ну, вы найдите, что вы думаете, Осипов столько ответил. Конечно, нет. Любого, кто отвечает на вопросы. Отец, там, Владимир Головин из Болгара. Там, Каскун. Многие отвечают. Но не эта цифра. Андрей Кураев отвечает. 4124 только на сайте. Не считаю, что я отвечаю сегодня еще тысячи. Почему? Потому что, если Андрей, он в одном месте где-то там был. У меня было 5 университетов, десятки школ, все техникуме. 5 отделов районных милиции, городское и краевое, плюс 3 радиопрограммы. Притом регулярно, каждую неделю. То есть, у меня огромная аудитория, все воинские части. И везде вопросы задавали в письменном виде. У меня накопились мешочки. Я ничего не бросаю. Вот ездили по стране, потому что у нас мы в мостопоезде работали 140. Бесплатный билет был. Ну и мы через родителей, через Киргизию, дальше Азербайджан, Грузия, Молдавия. Все проезжали там. Украина, Санкт-Петербург, Эстония. Это все в один конец у нас считалось. И нам помогали в этом деле. И везде вопросы были. И вот я вопросы потом попросили ответить более подробно. И вылилось это вот в 41 книгу. 41, даже больше там. Миша, опять же, Шкаликов. Живу тем, чтобы покреститься, отречься от дел сатаны, потому что жил им сатаною. Я отвечаю. Там, где вы находитесь, есть храмы, где вы живете. Сходите к священнику патриархийному. Все ему расскажите. К окрещению вы не готовы. Переписку заканчиваем. Вам запрещено сюда приезжать. То есть, куда я его посылаю? В храмы Московской Патриархии. Он в Алмате. Заходите на наши ресурсы. Если что-то найдете полезное для себя. Испытательный срок для готовящихся к окрещению от 3 до 5 лет. Не от 3 минут до 5 минут. Сегодня даже 5 минут человеку не дают. Уже все. Огласили. Если за это время вы не выкурите ни грамма табачного. Про наркотики и не говорим. Это сатанинское смертоубийство. Ни алкоголя, ни лжи, ни воровства, ни блуда. То есть, если будете жить свято, ежедневно и не раз считать Святую Библию, молиться, ходить в храм. Вот через 3 года зайдешь. Опять Миша отвечает. Считаю каждый день он руководствовал к жизни. Бросил не так давно. Полгода мог написать. И год. Врать ее я и люблю. Видишь какое. То есть похмелье или что тут. Хотите, конечно, мы закончим ваше право. Продержусь и год, и два. Вы мне очень нужны были. Ну и вот. В этом каламбуре можно что-то понять. Что человек не в своем уме. Несмотря на то, что я выше написал уже, что переписка наша с вами закончена, вы продолжаете сыпать глупости с ошибками. Как к крещению вы не готовы. Переписку заканчиваем. Зачем? Еще раз прошу. Не пишите больше, чтобы не быть под замком. Вы мне мешаете работать. Вам было написано следующее только что. Как к крещению вы не готовы. Переписку заканчиваем. Внимлите этому и больше ни слова не пишите. Чтобы вас не занесли в черный список. Пощадите самого себя. Ни слова. Минимум, как три года. При условии, что вы будете жить все эти три года по-христиански. Как к крещению вы не готовы. Переписку заканчиваем. Ну у меня такие были. Он не может не удержаться. Начинает дальше. Ну результат один. Миша Шкаликов. Отрекитесь и заблокируйте от меня. Так же, как и мой родитель от меня. Извините, что мешают работать. Ну а дальше что? Пользователь добавлен в черный список. Все. Понимаете, вот шанс был, конечно. Он мог спокойно заходить, смотреть. Сказали не писать. Нет. А кто тебя толкал? Эти наркотики, пьянку, блуд. Единственное, твоя жизнь. А теперь возьмите на абордаж. Реабилитация наркоманов. Что за слово реабилитация? Что такое реабилитация? Оправдание. Какое им оправдание? Реабилитирует заключенного. Или я вот был заключенный, меня реабилитировали как политзаключенного. То есть невиновен. Но он пьяниц и наркоман. Как он невиновен-то? Когда его казнят. В Китае его казнят, расстреляли, сразу прилюдно. Это же в мусульманских странах, где настоящий ислам. Где делается там по шариату и прочее. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Посмотрели новый выпуск. Действительно. А миряне за кого молятся? Вот я говорю, что монахи там, мы за весь мир молимся. За весь мир молимся. Какой мир, когда никого не знаете? Я перечисляю всех правителей Эрдогена, Амана, всех. Барака. Всех перечисляем. А кого они знают-то? Это все говорит о том, что способность к размышлению, здравому критическому анализу у нас православных словно бы атропирована. На неделе принимая за счеты экзамена у студентов, которые поют не один день в архиерейских монастырских хорах, выяснилось, что они ничего, почти ничего не знают о вере. Причем все поющие христиане и непрохладные, потому что спрашивают меня, чтобы им почитать, узнать о вере, о православии. То есть духовная жажда есть. Что я могу сказать за короткое время? Лишь посоветовать изучать Библию в толковании святых отцов, пригласить на занятия, указать на изучение Библии. Но почему ни у кого из священнослужителей не возникает вопроса? О том, кто поет на клиросе в его храме. Неужели только отпели, получили зарплату и по домам? Да, именно так. Детей своих у нас на хоры там, а там выход на колокольный, а дети даже там привыкли. Ну, маленький ребенок не может, зашел там, оправился. Вроде причастны к храму, к литургии. А задаешь по христианству элементарные вопросы, и они певщие сами констатируют. Выходит, я ничего не знаю. Я в Москве, там где-то все это торгуют, у них такая улица торговая. Гляжу, один что-то поет как бы. Я подошел, так разговаривали, он говорит, я пел в Патриаршем соборе. Пел. Ну, что, говорит, показывает. Хлопнул себя здесь под горлышко пальцем. Вот это дело. Ничего не знаешь, да. Конечно, уборщица в больнице не обязаны обладать знаниями врача. Но церковь-то иная лечебница. И оглашенные должны выходить на литургии верных. А здесь вот так. То есть они куда выйдут, они поют. То, о чем вы бьете в набат столько десятилетий, не просто актуально, а первостепенно необходимо, как воздух христианам, без правильного входа в церковь, без научения, какая может быть надежда на спасение. Только во Христе мы можем изменить нашу жизнь, нашу будущность. Храни вас Господь, Игнатий Тихонович, вы присно в наших молитвах. Низкий поклон вам за ваше ревностное родение о деле благовестия. Вот о деле благовестия. Вот сколько я об этом говорил. Везде. Как только сказал, что, ну, зачем, какие хористы-то, когда они не верят в Бога, живут блудно, в блуде. С одной начал говорить, а она на занятия стала ходить, и говорит, я уже дома все углы проквасила святой водой. У меня, наверное, бочка натаскала ее. Ну, ничего у меня не получается. Я говорю, ну, как ты живешь, давай. Ну, я в хору пою. Ну, дальше-то что? Я как пальцем тнула. Я говорю, а Регин какой? Ну, молодой, хороший. Ты, понимаете, с ним блудно живешь? Ну, да. У него жена есть, есть жена. Она хористка, она живет с ним. И она теперь все углы дома пропарила святой водой, чтобы от бесов избавиться. Да ты не туда льешь. Тебе надо самой в бочку отквасить ненужное. Вот такое положение-то. И при том, я говорю-то о чем? Чтобы знали священное писание. Тут тайны-то никакой нету. Вчера мне опять скидывает, говорит Андрей Кураев о постах. Как будто бы с моей книги списали. Я все время говорил. 69-е апостольское правило говорит о 4-десятнице, среда и пятница. А все потом натянули-то зачем? Петров пост, Успенский, как будто оторванный от Великого, он строгий, рождественский. Не было этого. Там три дня, но некоторые неделю больше не было. А то рождественский шесть недель. Или-то отменить надо все посты? Как отменить? Ну как приняли, так и отменить. Это в шестом-восьмом веке принятое было. Еще до восьмого века никто не спасался. А то апостольское правило, его надо соблюдать. То есть десятину уже отдали. Великий пост, это как раз 36 с половиной дней, а год 365. Ровно десятину. Ян Златоуст доказал, и я удивился даже, как точно Бог берет десятину свою. Ну а вы как? Я буду исполнять все посты. И кто со мной будем исполнять? Нет, но людей не надо мучить. Нарушений не будет. Даже этот преступник, бандит лысый, Ульянов, и то табличка «курить запрещается» убрал. Почему? Все курят, матросы кому-то скажут, что уберите, дезорганизуют это. Ну нету, нету, значит, зачем это, если она не исполняется-то. Зачем вы кресты лепите на храмах, когда это вертеп разбойников-то? Уберите, и так и называйте, ни храм, ни собор, покрова Божией Матери, а вертеп во имя Божией Матери, вертеп разбойников. С главным разбойником, в Софрино или где, кто там эту мерзость вам упускает. Свечи не чистые, не восковые. Вот вчера только мне пришлось, вот переказал один, приезжает с пасеки, и оставил ему там, кажется, овощины. Три тысячи семьсот пришлось отдать, а там есть небольшие ящички. Это дорого стоит, но это настоящее, это чистое, это овощина. Овощина будет воск, и воск будут летоплять, вот. И мне говорят, вот вы говорили о посте, как говорили, а у Андрея Кураева, ну у Андрея Кураева все мои книги, он сам приезжал. Андрей, отец Андрей Кураев, дьякон, он был здесь у меня, вот я где сижу, говорю. И книги, а потом ему там один священник, очень известный такой, приезжал, и книги остатки увез ему. Вот так. И поэтому он взят, может быть, он сам дошел до этого, не знаю. Ну мне вчера выставили, смотрите, и Андрей Кураев говорит, как вы. Ну Андрей Кураев говорит сегодня, а я говорил 43 года назад, или 53, и все время повторял, разница есть все-таки. Андрей-то в это время, 53 года назад, где он был? Да ему еще и столько, наверное, возраста нету. Ну кто раньше говорил-то? А то в главном единстве, в торситвинном, свобода, во всем любовь. Блаженный Августин. Блаженный Августин когда жил? Какой век? А Тортулян когда жил? А Тортулян эту правду сказал дословно, до запятой. Ну и кто первый сказал? Что тут натягивает-то? Роман Н. пишет. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Моя ошибка в том, что я решал вопросы относительно вас, тщеславно думая, что я не должен советоваться с вами по этим вопросам. Простите меня, Игнатий Тихонович, слава Иисусу Христу. Я про него говорил. Его было разрешено в прошлом году, и вдруг он исчез и не сообщил. А мы о нем думаем, молимся, то ли мы сняли его, то ли его украли. Ну не знаю где-то, а живет-то где-то Ступина или не Ступина. Где там, раньше Загорск назывался. Так, вопрос встречный. Я ему говорю, а как вы думаете решать заочно, не советуясь, теряя добрые отношения, может быть даже навсегда, насколько это лечит христианину? Насколько? Многих ли вы знаете лично, кто поступает, как вы, удосужились, так же вляпаться? У многих ли знаете, когда заочно, никогда и никому не удавалось во всю их жизнь, заочно, поссорить не с одним человеком? Кого? И дело даже вовсе не в принципе быть честным-то. А это от того, что у таких людей это происходит единственное, потому что у них после их рождения свыше, те же чувства, они что во Христе Иисусе. Многих ли ты знаешь таких? Я спрашиваю этого романа, ролика, фамилия. Филипписам 2.5. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Роман опять. Простите меня, Игнатий Тихонович, и у ваших общинников я тоже прошу прощения. Но это не Шкаликов. Я отвечаю, я разрешаю писать что-то здесь не более одного раза в сутки. Эти пиканье, сигнал дается, мне мешают. Что нужно сказать? Напишите и пошлите в один раз. Всего только один раз. Этот рецепт для вашего здоровья. Не нарушайте регламент. Нарушителей сегодня только в черный список вписал. Только что. Ну дальше он пишет. Тата уже о другом пишет. Там, что жертву. Пожертвованный через меня на дело Божие за всю жизнь. Не истратил на себя ни копейки. Это я. Благодарю Бога моего, что у него так много милости, которой он являл мне всю жизнь. Через свои сосуды добра и милосердия. И, будучи беден, таким себя не чувствовал. 2 Коринфянам 6.10. Нас огорчает, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. А желающие обогащать совпадают в искушение все эти во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Вот Господь напустил для меня в прошлом году. Нет, не в прошлом, в этом уже году. Все-таки июнь уже. Там нападали. Там разные, разные, разные. Там под видом священников, наконец, Дворкину. Рождественские международные чтения. И кого только не напускали на меня. То есть конца нет. Ну, а если... Ну, мы только молились, и вот все заглохло, ничего нету. Нету. Ну, я не знаю их состояния. Почему мы молимся и молимся. Да, прости ты, Бог. Это безумие им, Господи, не вмини во грех на страшном судище Твоем. И все. Больше двух лет уже занимаются мои книги. Там, видимо, затребовали. Где? Почаева. Там какой-то профессор. Ну, два года. Можно что-то найти? Да нет, конечно. А что они могут найти? Сделать новых врагов себе. Потому что у меня много друзей. И они могут просто быть не расположены в патриархии. Вот сейчас на патриарха нападают. Я ни слова, нигде не сказал. Наоборот, говорю, ему помощь. Нужно молиться за него. Ну, любому же. Неужели непонятно, что мы желаем добра? Вскрываем эти гнойники. И чтобы были священники верующие. Их верующих-то почти нету. И живут так. И живут. Мамона, Бог. Мамона, Бог. А так не можете служить Богу и мамоне. Почему? Если бы он был рабом человеком, не был бы рабом Божьим. Это невозможно. Они рабы системы. Что скажет епископ? Это рабы системы. В системе положено, чтобы главный был у них там миссионерские отделы создали Дворкин. Он так и долдонит. Ну, какой ты верующий-то? Маленько-то встряхнись. Если ты Дворкина уважаешь, ты такой же, как ты. Ты не можешь уважать чужого. Он враг. Лютый враг православия. Лютый враг нашего государства. Это уже прокуратура вынесла. Эфир этими. Это не мои слова. А я вот только один раз посмотрел, когда он приехал 20 лет назад. Я сказал, ты чужой человек. Совершенно чужой. Он Бога не знает. Он ссорит всех людей. Он их вживит, а сектантов не видал, может быть. Мне говорили, как так? А теперь весь эфир этим наполнен. Владимир Галендухин. Христос Воскресе. Не закончил с этим, с Фроликовым. Ну вот, на все вопросы отвечает совсем не так. Но тут маленько начал приходить в чувства. Почему глаза у тебя бегают так? Глаза закатят. Вот такие говорят, которые люди там. И еще под лоб глаза закатывают. Ну просто смотри в глаза или опусти книзу, там скажи пару слов. Если знаешь, а нет, так молчи. Никогда не спорить. Спорит тот, кто ничего не знает. Почему я под роликами не отвечаю? Спор возникает. У меня там шершни выжигают. Вот на шершни напали, как шершни. Сами. И вот мне вся, видимо, они тоже перерегистрировались. Одни и те же слова и всякие пакости. Ну, саварбеков-то этих еще много где-то. Но это никакой роли не играет. То нападали за то, что я голубей показал, как лишних убираю на зиму. Ой-ой-ой. А дальше воробьенка ловит котенок. Ой-ой-ой. А тут шершней выжигаем. Ой-ой-ой. Я роликов нагнал внизу. Во всем мире, как с шершнями борются. Как выжигают. Выжигают огнем. Не то, что мы там бензином где-то. Там прям огнеметами. От них не избавишься. А от них нет избавления. Народ бросает местность и уходит. Когда народности должны были освободить землю, то Бог наслал шершней, когда Израиль шел. И вот на шершней напали. Что шершней не надо трогать. Это природное. Ну, как будто знают. Сатана стонет, стоит. Сначала погубил весь мир. Варя Владимир Галиндухин. Мир вам, Христос Воскресе. Воистину Воскресе. Мир вам, Игнатий Тихонович. Купили билеты на 6 июля. Июля. А мы открываем 10 июня. На 6 июля. Ну, значит, к крещению. Будем у вас 8 июля, 2.44. В Корщино, поезд 96. Москва, Барнаул. Нас будет 5 человек. Когда выйдем, позвоним, просим ваших молитв. Спаси Христос. Спаси Христос. Вот видите, набирается какой контингент. В прошлом году был этот человек. Привез большую икону. Даниила Московская. Она в храме висит. Прям большая. И надо привезти ее было. Укутать. Не покорябать. Приехал со своим телескопом. Один телескоп нам подарил в лагерь. Видите, какие люди к нам приезжают-то. И поэтому всех против нас натравить никогда не удастся. А почему от такого не бывает? Обязательно будут друзья и будут враги. Если мы не мертвые. У Христа врагов много. У Путина много. Его критикуют. Всякое. Что он такой и такой. Вот. И на патриарха говорят. Но еще особенного. Если бы угождал всем, горе вам говорит Господь Христос. Ну и дальше говорю. А ответы по Библии. 55-й. Я его открыл сегодня. Они под замком. Но они не открываются здесь рядом. То есть они открыты, но далеко там. Поэтому вот зарядите поисковик. 55-я. Вот сегодня. 55-я. Там новая тема. Это только заголовок добавляется везде. В который я отвечал вопросы. Их будет 4124. А вот это 74-е занятие сегодня. То есть я их переношу в мой мир. В моем мире они отображаются на первой странице. А там они далеко отражаются. Может на 10-е. А каждая страница это 30 роликов. Ну и считай 10 уже 300. Вон они куда укатили. Вот так. 374-я. Ну и дальше мы посмотрим, что в ресурсе. Ну нас рассматривали. Я понимаю, как смотрят они там в Одессе, в Почаево. Разные миссионерские отделы. Кемеровские. Тульские. Которые сообщили. Которые. Новокузнецкие. Это все под меня подкапывается. А ничего нигде нет. Ну заходят. Что тут? Ну вот я под благословением митрополита Сергия. У нас служит. Каждый день жития святых. До такого супер православного. Не найти вам канала, сайта, где насчитаны все тама златоуста. Жития те, которые смотрят. А что нас натравили на него? Там еще и нету. Нету. Но я говорю о недостатках, чтобы исправить их. А они привыкли лебезить. Но в системе. Он патриархийный. Ему роты нельзя закрыть нигде. Сказали каждый день прищищаться там 5 раз. И он будет это делать. Он не понимает, что есть Бог выше. Ему система. А вас отвергли. Ну вычеркнул. Спасение-то не в митрополите. Спасение-то в Боге. Только о Боге не говорите, что вы напрямую Богу. То есть неверующие. О Боге не говорите. А систему сами создали. Да патриархии-то ее не было. Ее никто не создавал. Ее создал Сталин с Берия. Чего ты перед ней умираешь-то? Трясешься. И говорить нельзя. Потому что взорвется. Это нехорошо будет тогда. Слишком много не того запаху. Ну и вот. Сейчас я обновлю даже. Какие сейчас за утро поставлю. Вот сегодня. 177-е. Перенеслось. Я переношу оттуда. Дальше что? 55-е ответы. Вот оно Библия. Это ответы по Библии. А 123-е, которое там занятие потеряете. Неизвестно. Житие сегодня. Святого Карпа. Житие. Моим голосом насчитанное. Ну 1173 жития. Ну и что дальше? Святого Иоанна Тауста. Это главный у нас друг. Христос воскресе. Коротенькое. Ну потому что заканчивается уже. Картошку как садят. Вот во время дождя бежит человек. Ну интересно? Конечно интересно. Заходите в Мой Мир и смотрите. Ну совсем 34 секунды. Вот я открываю. Посмотрите как это выглядит. Вот. Открываю. 29 мая 2016 года. Вот идем с богослужения в воскресенье. Все бегут. Дождик. Господь дает. Первый раз в этом году. Вот. Он брат наш. Игорь тоже бежит. Бежит он. Сейчас так. Нет, не побежите, Игорь. Отбегал. Слава Престу. Господь напаяет лицо земли. Хорошая братуля. Но бегать он не будет. Вот. Их напалился. Тут Володя засел. Погадал. Теперь уже специально показать. Под дождем бегает. Такого не было. Поэтому. Вот сколько под... Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать роликов с утра поставил. Ну, небольшие. Чтобы увидели. Никогда не показано было, как пашет. Вот сейчас показано. Ну, что теперь здесь? Вопросы. Вопросы. Это наш форум. Вот как это выглядит. Посмотрите. Как форум наш выглядит. Большой форум. Тысяча пятьсот девяносто две темы. Темы. А там такое раскрытие. В каждой теме. Посмотрим, что тут мне прислали. Ну, вот. Закрываю. Тут разное. Что тут пишет? Продается ли еще дом Павла Тихоновича? Или есть ли другие дома на продажу? Видимо, вчера было. Пусть даже требующая ремонта. Ну, пишите. Ближе. Я уже сейчас не помню. Какое ваше семейное положение? Разрешено ли вам было приехать? Спаси Христос. Вот. Какую цену? Все на месте тут можно решить. Цену. Недорогой. Раз дом сейчас не жилой. Не живет никто с ним. Но не больше ста тысяч. Не больше. Сегодня-то сто тысяч. Какие это деньги? Дом-то не купишь. Ясно дело. Ну, а это можно купить. Мы говорили, что он сам сварщик. У него все на столбах, на бетонах. Если будет атомная бомба, то только один Павлов дом спасся бы. Ну, больше ничего нет. Ну, и дальше. Вот. Это наш видеоканал. Смотрите. Назову на сегодняшний день. У нас подписчиков. Три тысячи шестьсот шестьдесят пять. Вот сейчас шестьсот шестьдесят шесть будет. Ой-ой-ой, цифра какая. Цифры боятся. Ну, и просмотров. Два миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят один. Вот. Вот тут все это поставлено. И жития восемь. Откнулись. Главное. Вот здесь главное. То выйдешь как раз на жития святых. Вот добрый человек один берет их с сайта. На сайте на нашем все жития. Вот сейчас я его открою. Наш сайт. Во свете Библии. Православный библейский сайт. Вот здесь нажать. Жать. Это форум. Вот здесь правее нажать. Жать здесь. Это на видеоканал. Здесь все книги. Про деревню. Все. Про лагерь. Про поведи. Огромный-огромный сайт. Сайт. Наш сайт. Конечно, это люди, которые специалисты составили. Искать очень легко. И на форуме здесь по темам, по плейлистам. Это вам не контакты. Это форум наш. Насколько он удобен. Как он выглядит. Вот смотрите как. Вымосы человеческие ненавижу. Закон твой люблю. Эпиграфом я взял. Потому что это мне с первого дня дал мне Бог знать. Дальше. Слово твое светильник на гемае. Свет стезе моей. Это все о Библии. Во свете Библии. Зарядите просто в Google. Православный библейский сайт. Во свете Библии. И вы сразу вышли на нас. А дальше на все наши ресурсы. Все. Все указано будет. И мой мир. Проповеди. А вот самое ценное во всем, что у меня есть. Это вот это вот справа. Вопросы-ответы. 55 папок. Самое ценное. То есть все остальное я допускаю. Могут создать. Ну конечно. Чтобы фильмы заняли. О них. Кто желает первое место в России. А второй фильм первое место на международном конкурсе. Это не каждому удастся. Тем более мы к этому не стремились. Но так получилось. Но вопросы вот эти ответить не ответят. Я просто отвечаю. Нету в интернете таких ответов. И не будет. Не будет. Потому что второй раз архипелагулах никому не написать. Так как написал Солженицын Александр Исаевич. Потому что я отвечаю на все вопросы. Это 4124. Опять папок. Посмотрите. О чем написано. Природа. Потерявка. Политика. Покаяние. Пища. Патриархия. Объединение. Община. Обращение ко Христу. Мусульманство. Мощи. Монашество. Молитва. Литература. Лапкин. Книги. Крещение. Коммунизм. Канонизация. Интернет. Жития. Женщина. Видите. Сколько разных названий. Ереси. Евреи. Дети. Деньги. Грех. Государство. Политика. Война. Служба. Внутренний мир. Ну и дальше. Богослужение. Библия. Бесы. Видите. Какой разброс. И каждый вопрос отвечается на основании полной Библии. 77 книг. На основании Святой Библии. И тут же ответ по всем канонам. 719 правил. Их надо узнать. Сразу на них сослаться. И здесь же одновременно ориентир на 1173 жития Дмитрия Ростовского. И на труды святых отцов. По четырем параметрам каждый ответ дан. Сегодня таких ответов нету. Нету. И не будет. Почему? Я 53 года учился. Если даже по 5 лет в институте. Это 10 институтов надо было окончить. Мировое искусство. Ну все абсолютно нужно было знать и отвечать. Вот. Не хвалясь скажу, что власти мирские это ценили. Напоминаю, когда однажды попросил меня ректор университета. А ректор это большой университет. 21 тысяча студентов. Я не знаю сколько, в каком университете, но это большой университет. Предложили мне провести занятия, поднятие уровня знаний бизнесменам. Я провел две пары часов. Четыре часа. И они меня столько начислили, что я не поверил и не стал получать. Я говорю, какая-то ошибка. Нет. Ну какую должность дали там? Никакую. Профессор. Да какой профессор-то? У меня вообще никакого звания нет. И духовного нет. Что вы. И там накрутки сделали. Чуть ли не лауреат Нобелевской премии. Это бизнесмены попросили. Сами. И они деньги вложили. Это от них было. Мало то еще. А один из них, Сорокин, помог достать тестомес. Видите, как люди это ценят. Если где я приходил, а одно хотя бы говорил, я просто свидетельствую. Скажут, хвалишься. Это не мое, у меня нет образования, мне не с чем хвалиться. Это тут только Господь. Если там многократно несколько ходил священник, я не иду. Ну зачем я пойду? Он там работает. Нет, меня притащили. Ну один раз выступите, мы о вас слышали. Я выступил. И они священнику сразу же дали звонок, чтобы больше даже не приходил. Потому что сравнивать не с чем. У нас люди, которые ходили на занятия, тут лучший из них был Капранов, отец Михаил Сергеевич. Отец Михаил. И которые к нему ходили к нам, говорят, а у нас что там кухонные занятия? Закон Божий, там свечки ставят-то. Мы проходим на занятиях, у меня курсы были пятилетние в университете. Толкование Нового Завета полное. Ветхозаветняя песня песней и противосектантские. Ну и дальше с каким человеком как разговаривать. То есть, миссионера нельзя приготовить, но намек дать ему, как работать надо. То есть, ты должен, миссионер должен знать, что за человек стоит перед ним. А это открывает только Господь. Поэтому миссионерские отделы сегодня, это дыра в преисподнюю. Они не знают Бога, они имитируют, это дьявол делает, имитируют под Бога. Что знать. Можешь ты быть проповедником, но миссионером не стать, если это не дано от Бога. Миссионер, он у Бога получает ответы. С Богом прямая связь. Вот как встретиться? Меня спрашивают, а как вы знали, что он задаст этот человек? Не знал. Закрытое письмо, как можно отвечать нераспечатанное? Бог делает так, что письмо нераспечатанное, и другой отвечает, и такое письмо и возвращается. Но ответ на него дан. Что в письме находится? Вот в житиях святых такое есть. У меня многократно это было, разговариваешь с человеком, первый раз видишь. И видишь, он лукавит. Вот вчера одного занес в черный список. Ну тут открыто, видно другой. А другой говорит, правильно все, и сразу видно. Вот у меня, которые на меня восставали, восстали тут двое. Сразу же, с первой беседы я увидел, они не те. И говорил, как он сидит, как говорит, развалился. Там это один с Америки, из Баптиста пришел. Я уж не называю, потому что они умирают от этого. Другой священник, больной, воспаление мозга. И как говорит, глаза закатывает. Я уже сразу сказал, что он не рожденный свыше. Рожденный свыше так себя не ведет. Нет, у него нет искренней чистой улыбки. Нет у него юмора. У рожденного свыше это все есть. Он все может обратить в пользу себе. В пользу. То есть уметь над собой, как бы увидеть себя в таком свете, чтобы на этом другие научились. Вот так. Опять нельзя сказать. Вот они умирают от этого. Сказал. Почему Павел не боялся? Я более всех потрудился. Ну и перечисляет более и более. У меня своя биография. Вы найдите, кто дает ответы. Вот столько ответов, чтобы у него не было священника, не было духовного образования. Вот Каскун, Максим, на него напали тут или что? Кто такой Игнатий? А он умно ответил. Я пришел через отца Геннадия Фаста. А Геннадий Фаст духовным отцом называет Игнатия. Я внучатка ему, внук Игнатию Лапкину. Вот это ответ. Соответствует действительности. Я не говорю, как он отвечает, но как он ответил на данный вопрос. Павел говорит, более всех потрудился. Вы сегодня найдите, но я не знаю там от какой границы, чтобы человек мирянин, как простец называет его, простолюдин, отвечал на такие вопросы, такие ресурсы, чтобы у него были. Ну, понимаете, что дело-то явно, что необычное. И так Господь это сделал. Такое отношение было. Вот приезжает митрополит, он обязательно назовет. Это не один, не два дня. И какие ответы давать на основании каких вот этих четырех параметров, я называю. И который человек за Слово Божие страдал бы. Кроме этого, открыл самую важную книгу после Библии, которая помогла перестройке быть. Архипелаг ГУЛАГ. Если человек относится отрицательно к Солженицыну, и говорит он такое, да такое, для меня уже ясно, кто он. Если он за то, чтобы воевать, убивать, то уже понятно, этот человек никогда миссионером не может быть. Как ты можешь призывать убивать в Чечне мусульман, а потом пойдешь, тебе голову отрежут. И все. То есть они не миссионеры. А кого вы знаете миссионеров? Пусть сами они выйдут и назовутся. Зачем я буду определять? Но параметры я показал какие. У него должна быть прямая связь с Богом. Молитва. Не менее семи раз в день. Знания тут не помогут. Это знания души. Это не один талант. Но спросите, кто сидел за Слово Божие из живых, которые вот сейчас в интернете у русских. Ну найдите. Был Глеб Якунин, Зоя Крахманников, их уже нету. А я еще живу. Нету. То есть у меня много есть то, что у других нету. Новый мир опубликовал первая глава архипелага ГУЛАГ. И сказали 30-летие. И тут же сразу опровержение было. На 10 лет раньше Нового мира православный проповедник, миссионер Игнатий Лапкин из Барнаула наполнил страну архипелагом ГУЛАГ. На пленке насчитан. На 11 пленок. Это 69 часов. Я знаю сколько. Потому что у меня на пленке насчитан. Я дважды насчитывал. Уничтожили КГБ. Вернулся заново, насчитал. И они есть в интернете. Зарядите. Архипелаг ГУЛАГ, Аудио, Игнатий Лапкин. Вы найдете. О отношениях с Александром Столженицем не может быть обыкновенным. Этот человек сверхуникальный. Его биографии не составить никому и никогда. Не составить. Если не понимаете о чем я говорю, спросите и я отвечу. Чтобы вот такой человек был. Коммунистом, комсомолец. Арестовали. Прошел ГУЛАГ. Смертельно болеть раком. Потом вскрыть все. И чтобы это помогло не извергнуть этот конгломерат злодейства Советский Союз. Перестройка глаз на сей архипелаг ГУЛАГ. Вот что его не извергло. И чтобы был лауреат Нобелевской премии. Его сослали. И он вернулся назад, высланный. Ну нет этого больше. Это не было и нельзя создать. И к нему плохо относятся. На него посмотрите сейчас какие клеветы идут. А почему? Да знаю почему. Потому что статью написал как бы не в защиту евреев. Все. Евреи сразу организуют травлю. Достоевского за что ненавидит еврейство? За что щубайся его? Зубами готов, говорит, разорвать его. Почему? Вот фильм составили, он там блудник и падает. Все вранье. Достоевский это пророк России. Таким же можно считать и Солженицына, сколько он открыл. Это талант, это гений, это слава России. Путин это понимает, а они не понимают. Путин понимает, как он беседует с женой, с Натальей его, как вводит в программу. Я так уже пошел дальше. Богу слава. Наталья его. Так. Четыре. Так. Я так.